Здравствуйте! В этом году День строителя, тот, собственно говоря, главный повод, по которому мы сегодня собрались, мы будем праздновать масштабно в пятый раз. Мы уже с полной уверенностью можем сказать, что это общегородской праздник, что люди его ждут. И, если честно, то этот праздник – наша большая гордость. В первый год, когда мы организовывали такое масштабное народное гуляние, участвовало около 20 строительных компаний. Сегодня их 100. 100 строительных компаний организуют День строителя. И это рекорд, это невероятный результат. Для нас, конечно, это в первую очередь показатель той вовлеченности, которую готовы дать строительству, чтобы подарить жителям города яркие эмоции. В ЦПКО откроется около 20 интерактивных площадок. Можно будет пройти экспресс-урок по сайклу, увидеть арену обновленного центрального стадиона, пострелять из лазерных бластеров, покататься на героскутерах, в общем, много чего еще, и все это будет, как обычно, бесплатно. Также традиционное, уже несколько раз сегодня повторю это слово, но действительно так и есть, Шоу строительной техники, 50 единиц строительной техники привезем. Гостей у тебя два шоу мотоциклов, это будут летающие мотоциклисты и дрифтеры. Впервые в парке один раз мы покажем то, чего раньше никто не делал. Мы проверяли и купили в Яндексе во всех, каких только можно, поисковиках. Райдер запрыгнет на мотоцикле на телескопический погрузчик и проедет по стреле. Ширина стрелы 20 сантиметров. То есть это уникальный ювелирный трюк, он будет единственный раз за весь день, потому что райдер у нас один, как дело пойдет, неизвестно. О точном времени, когда мы это сделаем, мы сообщим дополнительно. Кроме того, новым станет тест-драйв тягачей. Это огромная машина на фан-зоне, будет две машины. Каждый желающий по предварительной записи сможет попробовать себя в управлении этим гигантом. Обещаю, что это не тяжело, и справится даже самая крупкая и маленькая девушка. Так что девушек приглашаем особо. В прошлом году, если вы помните, мы строили в парке из металла Эйфелева башню. Она была одним из самых необычных и популярных объектов, что для нас стало удивительно. Чтобы сохранить наследие праздника и поделиться с горожанами, в этом году мы башню подарим французской гимназии, которая скоро откроется в Екатеринбурге. И я очень надеюсь, что эта традиция, опять же, что-то дарить и что-то оставлять после себя в День строителей, она приживется. Строительные мастер-классы в этом году представят 10 специальностей. Мы будем работать с металлом. Сделаем знаковый для Екатеринбурга объект. Сразу скажу, что высота его немыслима, тоже гораздо больше человеческого роста. И мы соберем его прямо в парке. Надеюсь, что потом тоже коммобиль подаем. Поработаем с красками, керамической плиткой. Построим настоящий дом из дерева. А также у нас будут два инновационных материала, с которыми мы, как строители, начинаем работать. И как раз хотим показать горожанам, что это, и, может быть, все вместе решить, хорошая эта штука или нет. Каждый год мы раздавали примерно 5000 воздушных шариков. И каждый год у нас директора строительных компаний говорили, что-то как-то моих шариков маловато. Поэтому в этом году мы раздадим 15000 воздушных шаров. И каждый желающий получит то количество шариков, какое захочет. Для сотрудников строительных компаний у вас у всех в прескитах есть билеты. Вы можете посмотреть. Четыре бесплатных аттракциона. Порция гречневой каши. Возможность участвовать в розыгрыше автомобиля. В этом году мы стараемся держать марку и выдаем иномарки. Надеюсь, что кому-то повезет. Держим иномарку. Да, держим иномарку. Также, что для нас новое, я покажу. Мы топливный экземпляр. В этом году мы впервые выпускаем книгу «Раскраску». Она тут, правда, с ошибкой, но мы перейдем к празднику. Раскраска очень простая. Постарались мы максимально доступным языком рассказать детям о профессии строителей. Рассказать, как строится дом. И вот такие забавные животные. Ее же копают котлован. В общем, прописали, как идет процесс. И есть разные задания, какие можно выполнить. Тем самым мы надеемся, что, во-первых, что этот опыт станет успешным. Что строительные профессии заинтересуют детей. И, может быть, «Раскраска» станет маленьким шагом к формированию новых строительных династий. Потому что нам сейчас в династии очень не хватает. Это большая редкость. Что еще? Мы, опять же, отказались от большой звезды на концерт в очередной раз. Но заменили эту статью расхода большим количеством активности. Мы считаем, что это гораздо важнее. Потому что в парке будет более 50 тысяч человек. И мы хотим, чтобы каждый ушел с улыбкой. Хочу подчеркнуть отдельно, что финансирование праздника, оно небюджетное. Мы складываем со строителями сами по себе. Вот эти 100 компаний, кто-то больше, кто-то меньше. И мы уже неоднократно сегодня упоминали «Стройтек» и группу компании «Астра». Это одни, опять же, из тех компаний, без которых организация праздника была бы невозможна. То есть они не только делают площадки. Они помогают во всех аспектах. У нас в этом году много сложностей в связи с ужесточением требований по безопасности и разных других моментов, с которыми мы бы действительно без крупных строителей справиться не могли. «Стройтек», «Астра», «ЛСР», «Форум», «Групп Малышев-33», «РСГ Академическая» хочу сказать отдельное большое спасибо.